Всем привет! С вами канал Космостар. 29 лет назад погибла советская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Майя Булгакова. Зрители, которые знают ее по фильмам «Крылья», Егор Булычев и другие, «Приключения электроника», «Цыган», «Прощание славянки», даже не подозревают о том, что в жизни актриса была настоящей фэмфэтейл, ведь на экране ее амплуа было совсем другим. Майя Булгакова родилась 19 мая 1932 года в селе Буки Киевской области в семье военного. Кроме Майи, в семье было трое детей, два брата и сестра. Счастливое детство закончилось 22 июня 1941 года. Отец, Григорий Булгаков ушел на фронт, а вскоре за ним старший сын Борис. Они погибли почти одновременно, в августе 1941 года. Осиротевшая семья Булгаковых, добралась до Краматорска. Здесь жила тетя Майи, работавшая на заводе. Вскоре завод эвакуировали в Сибирь. С заводчанами в эвакуацию в далекий Иркутск поехала и семья Булгаковых. Мама и тетя Майи работали на заводе. Маленькой Майи пришлось дома заменить маму. Она варила, стирала, следила за домом. Девочка очень любила петь, ни один концерт в школе или госпиталях не обходился без нее. Вскоре мама заболела и была вынуждена уйти с завода. По счастью ей удалось устроиться в кинотеатр Марат, сначала билетершей, потом администратором. Радости детей не было предела. Можно было по несколько раз в день смотреть любимые фильмы. Когда освободили Краматорск, Булгаковы вернулись на родину. Здесь Майя с золотой медалью окончила среднюю школу. Девушка решила поступать во в ГИК. Мать не одобрила выбор дочери, однако мешать ей не стала. На одном курсе с Булгаковой учились Надежда Румянцева, Изольда Извицкая, Руфина Нефонтова, Юрий Белов. Как об одаренной актрисе о ней впервые заговорили, когда после окончания в ГИКа она снялась в фильме «Вольница». Параллельно Майя занималась пением и выступала с оркестром Утесова. Ей даже достался серебряный приз на Всемирном фестивале молодежи и студентов в 1957 году. Булгакова стала первой из советских исполнительниц, кто включил в свой репертуар песни Эдит Пиаф. В 1960-х годах она снималась довольно много и, как правило, ей доставались роли одиноких женщин с неустроенной судьбой, хотя за пределами съемочной площадки она не знала о том, что такое одиночество. Хотя Майя не соответствовала традиционным стандартом красоты, мужчин она покоряла с первого взгляда. Ее однокурсница Татьяна Конюхова говорила, что они слетались, будто Майя была намазана медом. На втором курсе Булгакова вышла замуж за студента операторского факультета Анатолия Ниточкина и родила дочь Зинаиду. Но заниматься домашними хлопотами и воспитанием ребенка в ее планы не входило, она была сосредоточена на своей кинокарьере. Поэтому четырехмесячную дочь отдала своей матери. Зина вернулась к матери в Москву только через 12 лет. Брак с Ниточкиным вскоре распался, знакомые семьи говорили, что он был настолько шокирован поступком супруги, что долго боялся сближаться с другими женщинами. Вторым мужем Булгаковой стал молодой режиссер Алексей Габрилович. Они поженились уже через два месяца после знакомства. Но и этот брак не продержался долго. После развода Габрилович еще несколько раз связывал себя брачными узами, но продолжал ревновать бывшую жену к ее поклонникам и представлялся им как главный Майкин муж. Габрилович, не имевший в первом браке детей, почему-то был уверен, что бесплоден. Когда Майя забеременела, он заявил, это не мой ребенок. Услышать такое женщине было ужасно обидно. Он категорически не хотел появления на свет ребенка, вплоть до разрыва отношений с Майей. Для нее вопрос аборта не стоял. Она решила рожать, а Алексей ушел из ее жизни. Будучи беременной, на съемках Майя познакомилась с режиссером Александром Суриным, сыном директора Масфильма. И тут опять разгорелись нешуточные страсти. Сурин влюбился без памяти, его не испугало наличие у невесты девятилетней дочери и интересного положения. Свадьба состоялась. Родившуюся в 1965 году от Габриловича дочь записали в свидетельстве о рождении как Сурину Марию Александровну. Он относился к новорожденной дочери Маше, как родной отец, гулял с ней, когда Булгакова была на съемках и объяснял друзьям, а Маечка на студии. Она так мечтает стать знаменитой. Благодаря этому актриса получила главную роль в фильме «Крылья», которая сделала ее известной. Она любила повторять, предают любимые, предают дети, только работа никогда не предаст. Все это время Габрилович звонил и регулярно обозначался в майной жизни, ревновал и пытался вернуть. Надо ли говорить, что в такой обстановке брак Булгаковой с Сурином продлился чуть больше года. Актриса ушла от Сурина и вернулась к Габриловичу, но через год они снова расстались. Булгакова покорила еще не одно мужское сердце. Когда ей было 40 лет, в нее влюбился 26-летний английский балетмейстер Ричард Коллинз. Она отказалась выходить за него замуж и переезжать в Лондон, а он еще долго не мог ее забыть и писал письма. В 46 лет Булгакова снова вышла замуж за 41-летнего австрийского бизнесмена Петера Добиаса. Он приехал в Москву всего на несколько дней по делам, но после знакомства с актрисой вернулся в Вену, развелся с женой и продал бизнес. Они прожили вместе до лета 1994 года, когда Петера не стало. Коллеги и друзья пытались вывести Майю Григорьевну из депрессии, приглашали на творческие вечера, но она отказывалась. И все время вспоминала Петера, никто мне больше не сварит кашку. И все же, организаторам одного из концертов удалось уговорить Булгакову, и она вместе с актрисой Любовью Соколовой, поехала на мероприятие. На одном из поворотов водитель не справился с управлением, и врезался в столб. Соколова выжила, а Майя Булгакова и водитель – нет. Майя пережила своего Петю всего на три месяца. Они прожили 22 года вместе. Это случилось 1 октября 1994 года. За жизнь актрисы-врачи боролись неделю, но спасти не смогли. Народной артистке РСФСР исполнилось всего 62 года. Майя Григорьевна похоронена на кладбище Ракитки в Москве рядом с мужем Петером Добиасом. Ровно через год после смерти Майи ушел из жизни Алексей Габрилович.